Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и только что мы вышли с очередного киносеанса. Сегодня мы посмотрели фильм «Логан». Давненько не было выпусков «Лёша смотрит», потому что что-то мы не ходили в кино. И, вы знаете, если бы я заранее знал, о чём будет фильм «Логан», ну, точнее, если бы мне сказали, что это «Люди Икс», «Росомаха» вот это, то я бы даже и не думал на него пойти, ни трейлеры бы не смотрел, ни какие-то там... не гуглил бы, о чём он вообще, в принципе. А тут и так вот случайно получилось, что я вчера глянул, какие премьеры в Минске идут. Смотрю фильм «Логан» называется. Почему-то имя «Логан» у меня не ассоциируется сразу с «Росомахой» вообще в принципе. Посмотрел трейлер. Там, конечно, да, в начале вот Хью Джекман «Росомаха», но трейлер заинтересовал, потому что выглядело всё это совершенно не как «Люди Икс», не опять это набившее оскомину супергеройство. И фильм действительно не подкачал, честно вам скажу. Два с половиной часа, вжух, и пролетели вообще незаметно. И сразу имейте в виду, что это действительно не фильм про супергероев. То есть там можно супергероев кем угодно заменить, и в этом и есть показатель качественности и фильмов, и книг, для чего угодно, когда форму используют просто, чтобы лучше передать содержание. То есть любые фантастические книги, они же не про то, что там инопланетяне захватывают планеты или про другие вселенные, а для того, чтобы рассказать какую-то историю. Так и здесь. Ну, прямо скажем, сюжет, конечно, ничего нового. Но вот как это подано, и видно, что актёры вот этими ролями уже наслаждаются. То есть Хью Джек, он понимает, что он, например, не играет очередного супергероя, накачанную Рассамаху, а играет человека. Так и, извините, забыл, как зовут актёра, который играет профессора Ксавьера. Но в этом фильме, мне кажется, он тоже оторвался по полной, чтобы вот... Не хочется спойлерить. Конечно, ещё замечательную девочку они нашли. Вообще, дети-актеры очень редко, когда нормально играют. В данном случае девочка-главная героиня тоже удалась. Возможно, немножко такие шаблонными, картонными получились злодеи. Особенно главный доктор, который прям списан с этих нацистских... Менгеля какого-нибудь. Прям вот, ну, карикатурно так вот изображён. Но по-хорошему они тут... Их тут не выпячивают на передний план. Они просто нужны для развития сюжета. А фильм скорее о том, как старая жизнь уступает место жизни новой. О старости. О том, как люди оглядываются назад и думают, что они в этот мир принесли. Оставят ли они что-то после себя. Вот, ну, очень философски получилось. И при этом с экшеном. То есть это не какие-то там сопли. Это вообще, слава богу, ни одной пафосной паузы нет. Только, знаете, там они смотрят друг на друга и начинают вещать, что в этом мире правильно, что неправильно. Нифига. Всё оставляют зрителям. То есть сами додумывайте. Сами решайте, вот исходя из того, что вы видите на экране. Но при этом сам экшен тоже офигенный в плане новых идей. Во-первых, он очень жёсток, как имеете в виду. То есть не стоит, наверное, всем с детьми идти. Не зря то, что там главная героиня 10-летняя девочка. Там реально сцены очень такие суровые. Но тут вот идея именно в том, что в этом экшене принимает участие ребёнок. И начинаешь, говорят, по-другому сопереживать. Одно дело, когда два мужика махаются, ну там много мужиков друг с другом махаются, да. А другое дело, когда 10-летняя маленькая девочка, несмотря на все её там суперспособности. При этом нам показано, что она не совсем уравновешивает. Это, знаете, не те старые Люди Икс, где там, помните, самый первый Люди Икс, там какая-то подросток была, которая дотрагивалась до других, у них там что-то случалось. И она такая вся нервничала по этому поводу. И нам это преподносилось, как вот кризис персонажа. Здесь совершенно другое, совершенно другая история у девочки, которой, естественно, сопереживаешь. Не хочется, опять же, там, пересказывать сюжет фильма, но, по-моему, он закончился так, как должен заканчиваться. Это отличный конец для истории про Росомаху. И я вот как не любитель комиксов, но когда их переосмысливают вот настолько... Хочется сказать глубоко, но, понимаете, это все-таки не совсем уже прям такой фильм, арт-кино какое-то, да, то есть, но это все равно не прям уже глубокий фильм, но он умный. Вот это главное, что зрители не держат за идиоты, тебе не объясняют, что происходит на экране, тебе не объясняют мотивы героев. Ты сам видишь и понимаешь, почему они это делают. Ты можешь с ними не соглашаться, ты можешь, там, считать, что это неправильно делать, но логики фильма это не разрушает. И ты сопереживаешь героям, и ты проживаешь вот эти вот несколько дней, которые происходят, это роуд-муви вместе с ними. Это здорово. Мне кажется, что этот фильм стоит вам посмотреть. То есть, вот такой действительно умный экшен. Я не могу его поставить на уровень с Безумным Максом. Для Безумного Макса, конечно, еще ни один экшен не дотянул, но для фильмов по комиксам это просто фиг. Это, знаете, как на уровне, что Нолан сделал с Бэтменом. Ну, ладно, Нолан тоже немножко все-таки получше. Ладно, не буду уже прям так. Бэтмен, там, Темный Рыцарь, конечно, повыше будет, но Логана я вам рекомендую посмотреть. Даже если вы не любитель комиксов. Ну, единственное, может, если вы школьник, то вам многое будет непонятно. А вообще, у нас тогда, наверное, не должны пускать. Наверное, фильм должен быть 18+, с такими кровавыми вещами, которые там происходят. А всем остальным крайне рекомендую сходить. На этом все. Вы видели и слышали Леша Холецкого. Смотрите интересное кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok